Я привез из Сибири совершенно замечательное определение понятия культурная женщина. Я, приехав, я здесь собирал немыслимую интеллигенцию, Тони Кадельман, например, Сашка Градницкий, Юликин. И я их спрашивал, я говорю, вот скажите мне, вот дайте мне точное определение слова культурная женщина. Все мямлили, а это все энциклопедисты, образованные люди, все мямлили, что это вот, это джентл, воспитанность, образованность. А я знал определение от наоборот. К нам как-то в избу пришел мой коллега, электрик Гоша. Он уже отсидел свой срок, там все в порядке, других в поселке просто не было. И был вольно наемный. Он принес бутылку водки или коньяка даже, я сейчас точно не помню. И он пришел с дальним прицелом. И я сразу понял, ему на завтра присоял там разговор в одной компании, где ко мне очень хорошо относились, мягко говоря, хорошо. И ему нужно было, так сказать, просто в разговоре мельком вернуть, что вчера с Мирановичем пили, значит, и все. Но я по этой же причине с ним пить не мог, потому что Гоша был, я бы очень уронил свое достоинство. Гоша был то, что называется крысятником, он крал у своих. Его ловили два раза. В лагере его судьба была бы ужасной. Он либо стал бы педрастом насильно, либо убили бы просто. Не прощается этого родства у своих. Здесь с ним просто не чихилили. Не пили вот чай, не пили водку. Я ему открытым текстом сказала, говорю, Гоша, я с тобой пить не могу, ты сам знаешь почему. Ну, я тебя не выгоняю, ты симпатичный мужик, садись пей. Вот тебе капуста, вот тебе колбаса, садись пей. И он сел у нас на кухне в избе. Я демонстративно мельтешил по избе, чем-то там занимался. Он сидел, выпивал, жалко же уходить оставляй, забирать неудобно. Молча он понимал, что все справедливо. И та-то вошла на кухню, что-то вышло, и я вошел. И Гоша мне с неподдельным восхищением говорит, баба у тебя культурная. Я говорю, Гоша, что случилось? Он говорит, я ей говорю, печка у вас высокая, побеленная. А она мне говорит, да, высокая, побеленная. А другая бы сказал, да иди ты нахуй.